Всем привет! С вами Эдрис Канария. В этом видео я расскажу о новой логике самолетов-разведчиков, самолетов-шпионов. Она отличается от того, что делают обычные самолеты, потому что у самолета-шпиона, у самолета-разведчика нет ничего из вооружения. У него есть только система определения. И она еще имеет некоторые условия для того, чтобы, скажем так, сфотографировать объекты. Итак, как будет работать система фотографирования, так называемая, на самолетах-шпионах? Карта эта тестируем. Тестовая, точнее. Кто-то уже, может, знает, кто-то не знает. Не знает. Этой карте нулевая нагрузка на все, на что только возможно. И на ней я тестирую все нововведения. Итак, самолет-разведчик. Какие имеют особенности? Естественно, он имеет помехоставивающее устройство. Кроме того, он имеет два раза сокращенный тайминг на отстрел ловушек. Как массовых, так и стандартных типовых ловушек. И самая главная достопримечательность самолета-шпиона, это его огромная скорость. Данная машина, реплика Blackbird, может разгоняться до 8000 км в час. Что, в принципе, превышает максимально допустимую Валькирию, которая Миг-31 почти в два раза. Не почти, а в два раза. Но это не значит, что эту машину нельзя сбить. Ее спокойно можно сбить. Ну, относительно спокойно. Полковыми средствами ЗРК, такие как реплика С-30. Короче, это Орион, это Зенит, это Геката. Ну, и плюс морские системы Хавк. Хавк, Ястреб. Они могут его сбить. Но для того, чтобы вас не сбили, вам нужно отрабатывать тактику ведения разведки на таких самолетах. Поскольку я сам ее сейчас только отрабатываю. В принципе, я посмотрел, как она делается в реальной жизни. Пытался максимально использовать ее здесь. В принципе, маневр у этого самолета какой? Это набор скорости и высоты противоракетной. У них, кстати, такая интересная материала, с которого я на него наложил. Такой полупоглощающий свет. Итак, наша задача пролететь над Сиера-9. Сфотографировать все объекты, которые там находятся. И желательно остаться в живых. Клавиша фотографировать. Будет левая клавиша мышки. Кроме того, лазерный целеуказатель аж бьет на 25 километров. В отличие от 10 километров стандартных авиационных GPS целеуказателей. Итак, поехали. Взлетаем. Убираем шасси. Сразу скажу, не все попытки будут удачные. Будем пробовать. Для начала делаем маневр синусоиды. Набираем высоту. Спускаем высоту. И потом снова набираем высоту. И при этом включаем массовый отстрел ловушек. Видите, массово включается. И после этого резко ныряем. Вот, С-300 по нам работает. Учтите, что Blackbird очень плохо работает по смене высоты. Вот, видите, в этот раз мне не повезло. Ничего страшного. Мы сейчас еще раз это сделаем. Я прямо с движка, как вы видите, все это делаю. Да, голосовая еще старая на нем команда. Все, в процессе. Это только-только первые запуски, которые я вам показываю. Ну, как по учебнику, то надо типа так. Я не знаю, конечно. Вообще, по сути, вам нужно как пилоту смотреть по ситуации. Как только увидите вспышки пусков ракет, во-первых, такие, как С-300. Вот видите, пуски произошли. Давайте ныряем. Резко ныряем. И тоже не помогло. Хорошо, давайте еще раз. Не вопрос. Это можно делать бесконечно. Между прочим, я когда проводил тесты на максимально допустимую скорость, я остановился на 8000 км в час, потому что это самый оптимальный показатель. Попытаемся, опять же, набирая высоту, спускаясь. Тут я в этой карте не смогу выйти из тротосферы, потому что здесь просто и банально нет. Можно пойти по касательной. Еще такая техника, которую использовали США во Вьетнаме. Касательная к системе ЗРК. И здесь тоже не прошло. Как видите, не бессмертный самолет. Да, именно. То есть... Ладно, давайте еще раз. А чтобы вы понимали, кто нам противостоит. Нам противостоит две системы... Эти, господи, как они есть. Орион. И две системы СЕРП. Еще два Мига-31, две Валькирии. Это, ну, мягко говоря, очень такое плотное ПВО. Так, набираем сразу. Хорошо, высоту тогда не вопрос. Параллельно отстреливаем ловушки. По возможности. Видите, снизу есть маркер. Это куда вам целиться фотоаппаратом. Теперь ныряем. Используя отстрел ловушек. Управление такое себе, скажу честно. Стараться, конечно, нужно под 90 градусов ходить. Это все равно задело. Видите. Не помогло, что отстреливаю. Но ничего страшного. Можно еще раз. Видите, сколько попыток. И, в принципе, я всегда теряю самолет. Ну, то есть, они дорогими не будут. Сразу скажу, вроде бы и скорость хорошая. 8000 это очень крутая скорость. Но, в принципе, ракеты с самолетов, которые запускаются, для нас вообще не имеют никакой опасности. Мы спокойно проходим, прорываем барьер таких ракет. Для нас страшны только полковые ПВО. Не дает. Видите, как подойти. Тупо не дает. Я сколько уже их разбил, да, этих самолетов? Кстати, он двухместный. Там можно посадить еще пехотинца. Ладно, попытаемся по-другому подойти. Давайте мониторить, что там происходит. Опа, пуски S300, понял. Входим. Давайте под 90 градусов. А желательно еще идем, давайте, петлю. Чтобы сбить с фокус себя. Там такой разрыв, конечно, в шрапнеле, что вы можете задеть. Ох, боюсь, сейчас я не выверну такой высоты. Он же дубовый. О, видите, слышите, сзади меня гапнуло. Давайте еще раз. Нет. Смотри, как не дает. Надо же, до записи видео я, ну, раз прошел вообще спокойно туда-сюда. Они меня не сбили. Второй раз, конечно, я первый раз прошел, второй раз меня уже сбили. Ну, есть еще варианты типа по пузам по земле. Но это тоже такой себе вариант, скажу честно. На таких самолетах, у которых такая заубочная скорость, инерционный вектор здесь вообще сумасшедший. Давайте сделаем петлю. Для того, что видел пуски у меня ракет. Может, получится? Да, получилось. Я ушел от этих ракет. Давайте еще раз. Ох, как его к земле тянет. Ох, как тянет. Твою ж мать, еще. Давайте еще попытаемся уйти. О, а видите, как сбрил. И теперь давайте как-то еще по-моему и аневрируем. Так, только скорость нельзя сбрасывать. Скорость ни в коем случае. Скорость это наше единственное спасение. Но я же должен выполнить задание. По протиранию стола мышкой. Сейчас мы... Я сбросил опять же скорость. Можно, конечно, в принципе, разрядить ПВО-ку, попытаться. А, все. Я сбросил скорость на маневре. Меня сберили. Кошмар. Не пройти, да? Ну, ничего страшного. Сейчас прошли уже. Пробуем еще раз через максимальный набор скорости. Высоты. И будем петли рисовать в небе, что делать. Так, поехали. Рисуем петельку. Ох, я их опасно раскидал, конечно. Ладно. Я еще даже ни разу не подлетел даже к цели. Очень странно. Хотя, опять же, аишник-то учится. Я же, получается, своими действиями успешными научил его на свою голову. Надо было и первую съемку делать. Ладно, изучаем. Камера, если что-то происходит. Продоправлельно отстреливая наши обычные ловушки. Камера очень хорошая тут у этого самолета. Наблюдаем за пусками. Может, сейчас... Опа, С-300. Твою ж дивизию. Ну, давайте попытаемся. Может быть, проскочим. В хвостовик, если сойдем. Опа, все, выполнили фотографию. Ну, все. В хвост им бесполезно нам стрелять. По курсу это бесполезно. Ну, а сейчас я буду сбрасывать скорость в связи с тем, что я маневрирую. И сейчас мне, по ходу, прилетит что-то. Делаем второй заход. На цель. Уже 6000. Я 2000 потерял. Вот, когда я лечу к ним лицом, это самое опасное. Ну, все, почти десяточку набрал. И теперь резко вверх, и резко вверх, и резко вверх. Чтобы пузом не протереться. Все, еще раз фотографировал. Ага, вонючки. Ооо. Вот это, походу, мне. Ну, может быть, уйдем. Давайте третий заход сделаем. Сейчас тут срую тем ловушками, насколько только возможно. Опа. Третий заход. На цель. Надо успеть сфотографировать. Я слышу двигатель ракеты. Эх, поздно. Значит, зона фотографирования зависит еще от того, какая высота у вас есть. Если у вас высота небольшая, вот видите, у меня цветки и циферки сверху считаются. Это цифры, которые показывает. Первая цифра скорость. Вторая. Радиус фотографирования, который идет в объектив. Это же четвертый заход. Но сейчас мне нас сейчас чувствует склеит, потому что я потратил... Опа, S300 работает. Опа, сфотографировал. Четвертый заход, еще одна фотография. Всех засветил. Визуально. Но для того, чтобы не выполнить по ним лазерным дальномером, нужно заходить именно на пикирование, либо как-то подсвечивать. Сейчас попытаюсь зайти лазерным дальномером. Опять сбрасываю кучу ловушек. Вся задача ваша срать ловушками не только возможно. Все, сбрели. Ну, пятый заход был, на секундочку. Это уже как бы... Я их там несколько раз подсветил. Сейчас повторим, только попытаемся зафиксировать GPS на каком-то объекте. Так, поскольку у меня аж на секундочку 25 километров. Показатель лазерного целеуказания, видите, я уже, в принципе, пометил. О, все, мне хана. Уходит. Ну, даже если так, если, допустим, задача идет поставить лазерный целеуказатель для подводной лодки с ядерными ракетами, то здесь финансовый урон, конечно же, у них будет больше, чем у меня. Они потеряют две установки дальних, один радар дальний, две установки среднего радиуса и два перехватчика. То есть где-то здесь бы урон у ядерной ракеты, я был бы, ну, порядка. Даже если обычной тактической ракетой, ну, где-то в раза четыре больше, чем я бы потерял от потери самолета разведчика. Кстати, давайте сейчас еще один сделаем завершающий полет. Видите, все постоянно случайно. То есть нет никаких в экспоинте рельс, все постоянно случайно. Сейчас чувствую, что мне собьют, да, собьют, собьют. Ну, ладно, еще раз, еще раз. Надо отрабатывать какую-то тактику. Ну, в принципе, я бы шел пузом, наверное, по земле. На самом-то деле, можно и так. Смотрите. Только он же слишком быстрый. Ну, опять же, это здесь, как бы. Я не думаю, что на рельефе, где у вас будет... Тем более, у него инерционная составляющая очень высокая. Он плоскодонка просто какая-то сейчас. Пытаемся пузом по земле подойти поближе. Ну, это такая уже, знаете, тактика для всех самолетов. Пузом по земле. ПВО не видит. И вот теперь мы начинаем заходить. Набираем высоту. Прямо перед объектом. О, по мне. Сфотографировали. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сколько там всего, ребята. Вы что, это все по мне, да? Ну, и типа, можно еще так пройтись. Но это, знаете, такое мастерство высшего пилотажа будет. Такая машина неуправляемая. Пузом по земле. Я не знаю, как вы будете это делать. Может, эти машины, это просто именно отдельный вид искусства для управления. Но поскольку мы все еще живы, мы пытаемся зайти на третий заход. Инерционная составляющая. Что это такое? Это значит, что когда вы вырулили, допустим, уже носом кверху, машина по инерции тянется вниз за счет своего веса. Невзирая на то, что это самолет-разведчик, он довольно-таки тяжелый. И разгоняется он хорошо, конечно, но при этом и скорость держит хорошо. И, как видите, инерционная составляющая, кстати, сейчас разгонюсь до почти 10 тысяч километров в час. Ну, то есть, видите, что здесь уже практически перегрузка сумасшедшая. Если сейчас я попытаюсь... О, все, S300 работает. Идем на петлю. О, прям в хвост. В хвост. Ой, как рядом. Это было больно. Ой, 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 сколько там все опускают по мне. Где цель? Ага, вижу. Вот сейчас меня, походу, пузом протрусь. Я чуть-чуть... Все, 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 все. С этой виде... Бах, все. Коснулся. Вот я за эту инерционную составляющую говорю, что здесь она очень высока. Это, ну, из них достатка того, что у вас огромная скорость. У вас реально сумасшедшая скорость. Давайте посмотрим, как мы разрядили вражеское ПВО. Здесь вообще пустое. Чтобы вы понимали, насколько они старались, чтобы вас сбить. Здесь осталось две ракеты. Ну, дальние, более-таки экономные. Здесь одна. Ну, то есть, можно вообще, в принципе, летать на скоростях, разряжать их. То есть, даже после такого выхода, сейчас второй самолет-разведчик, который заходил бы сюда, уже, скорее всего, был бы более вольготно себя чувствовал. Кроме того, пока я летаю над ними и задал бы их ловушками, вы можете спокойно использовать тактические ракеты, которые... То есть, поскольку ПВО фокусируется на мне, и меня скидывает почти все, разряжает все полностью, что у них есть. Вы после этого можете спокойно... Ведь ПВО пробито. Что здесь осталось? Ну, хорошо, здесь осталось две ракеты, три ракеты. Ну, допустим. Если запустить сюда четыре ракеты тактически, одна додолетит. А если одна долетит, вся эта гоп-компания исчезнет. Кроме того, здесь еще два истребителя, которые вообще ничего нам сделать не могут. Чтобы вы понимали, Blackbird, у него абсолютный иммунитет против самолетов. Но есть нюанс. Если вы заходите на вираж, вы теряете скорость. А в потере скорости вас словят и собьют нафиг. Ну, то есть, чтобы вы понимали. Поэтому борьба с самолетами-разведчиками это только полковое ПВО. Не меньшего ранга, ни в коем случае. Ну, а у нас остался пилот. Пилот один, да? Который может, в принципе, сейчас пойти в СОВ и расхерячить всю эту компанию. Потому что у них нет никакого ни одного наземного юнита. Вот наша птичка лежит разбитая. Ну, что, господа. На этом у меня все. В принципе, вот такая вот новая логика. Новые самолеты, которые заводятся. По сути, потолок у Blackbird всего лишь 22 километра. Невзирая на то, что лазер бьет на 25 километров. Эта цифра была не сделана непросто. Так, возможно, потолок будет и 25 километров. Просто то, что на таких скоростях могут вылететь в стратосферу. А потом очень долго пытаются затянуться обратно. Поэтому у Blackbird потолок будет либо 25 километров, либо 22 километра. Ну и, кроме того, туда можно посадить еще одного человечка. Который может, например, быть командующим. И спокойно с такого самолета подавать свои инструкции остальным юнитам. На этом у меня все. Если будут вопросы, пишите. Все пока.